Эмир Гранады, Мухаммед XIII, известный своему народу как Ас-Загал, что означает «храбрый», был проницательным полководцем с твердой решимостью. Он изучил карту и понял, что западная часть его королевства теперь отобрана у него кастильцами, которые захватили цитадель Ронда, а затем и жизненно важный порт Марбелья. Ас-Загал не пал духом. Он сплотил своих людей, и в конце 1485 года он начал одну жестокую атаку за другой. В трех отдельных схватках он разгромил иберийцев. В какой-то момент его люди даже ранили графа Кабры, близ Аламы. А позже они отбили город Моклин, разгромив при этом кастильскую армию. Но теперь Ас-Загал был вынужден обратить свой взор на другого противника. На этот раз им стал его собственный племянник Мухаммед XII, также известный как Буабдиль. За три года до этого Изабелла и Фердинанд освободили Буабдиля из плена, поскольку, по их прогнозам, молодой султан собирался разжечь гражданскую войну со своим дядей. Но Ас-Загал не собирался долго терпеть своего племянника. Когда представилась возможность, он нанес ответный яростный удар, изгнав Буабдиля из Гранатского Эмирата в относительную безопасность кастильских земель в Мурсии. Престиж Ас-Загала в его армии рос. Лишь с наступлением зимы 1485-1486 годов сезон военных походов прекратился. Но Ас-Загал с нетерпением ждал прихода весны, чтобы возобновить наступление на христиан севера, чтобы отплатить за агрессию агрессией. Фердинанд и Изабелла приветствовали прекращение боевых действий. Их армии, равно как и казна, были истощены. Кроме того, королевская чета ожидала появления нового члена семьи. 16 декабря 1485 года у них родилась дочь Екатерина. Она стала их младшим ребенком и была поистине обожаема. Фердинанд нарек ее инфантой Арагона. Эта принцесса будет известна как Екатерина Арагонская, и впоследствии она станет королевой Англии. Но это уже отдельная история. Изабелла была рада рождению еще одной дочери. И, как и в случае с остальными своими детьми, она дала Екатерине прекрасное образование и воспитала в ней очень сильную волю. Однако, радость католических монархов по поводу рождения нового ребенка была недолгой. В начале 1486 года они получили тревожное известие о том, что Буабдиль отказался от своего слова. Он больше не собирался быть вассалом Кастилии. Вместо этого он заключил союз с Ас-Загаллом. Гражданская война между дядей и племянником закончилась, и теперь королевство Гранада обрело единство. Когда зима подошла к концу и началась весна, Фердинанд мобилизовал свои войска, а Изабелла – экономику. Королевская чета готовилась к новому году войны. В апреле 1486 года Фердинанд взял инициативу в свои руки и повел армию на штурм крепости Лоха. Это был тот самый город, где он потерпел поражение почти четыре года назад, но он извлек уроки из своих ошибок. На этот раз он проявил куда больше осторожности, уважения к врагу и в довершение всего применил беспрецедентно массивный артиллерийский контингент. Брайан Кэтлес в своей книге «Королевство веры» описывает это очень хорошо. Цитирую. «Огромные бомбарды, которые Фердинанд привез с собой на фронт, некоторые из которых были укомплектованы сотнями солдат и под наблюдением опытных артиллеристов из Франции и Италии могли пробить брешь в любой стене, независимо от ее толщины. И чем выше была стена, тем лучше была цель. То, что раньше было неприступным, теперь внезапно стало уязвимым». Конец цитаты. В мае 1486 года началась осада Лохи. Буабдиль, попросив дядю о назначении, был отправлен в город, чтобы принять командование. И там оказал упорное сопротивление. Фердинанд двинул своих людей, осторожно окружив город. Были подвезены громоздкие пушки. И в течение следующих нескольких дней они разрушили огромные городские стены до основания. Иберийцы вошли в город и после напряженных боев заняли его. В конце концов осталась только цитадель. Отсюда Буабдиль продолжал командовать своими людьми. Однако Фердинанд подогнал пушки и подверг это последнее убежище мусульман бомбардировке. Буабдиль был тяжело ранен под перекрестным огнем. И к концу мая, когда город оказался на грани краха, он был вынужден сдать Лоху. Защитникам города, тем немногим, кто остался, было позволено с почестями покинуть город. А вот Буабдилю нет. Вместо этого он снова попал в плен Казабелле и Фердинанду. В народе Буабдиль стал известен как Аль-Зугойби, невезучий или злосчастный. Фердинанд перешел в наступление и усилил свои атаки. Многочисленные города Насрида впали, в том числе и стратегически важный город Моклин. Затем, в июне 1486 года, после упорной обороны, был взят последний город на подступах к Гранаде Иль-Ора. Одержав эту победу и возгордившись, Арагонский король приказал своим людям отправиться в Вега-де-Гранада, чтобы уничтожить находившиеся там плодородные земли. Но здесь, в засаде, его поджидал Аз-Загал. Эмир собрал свою кавалерию и элитных воинов, сконцентрировав их в высокомобильный, очень эффективный боевой кулак, и предпринял внезапную атаку, которая застала врага врасплох. Люди Фердинанда были вынуждены отступить, понеся большие потери. У моста через приток Рио-Хениль, известный как Пиньос-Пуэнто, иберийцы организовали последнюю оборону, благодаря которой удалось остановить дальнейшее продвижение Насридов. Но это далось им очень дорогой ценой. Изабелле и Фердинанду стало ясно, что путь в Гранаду все еще слишком опасен, особенно с таким решительным противником, как Аз-Загал. Требовался новый план. В сентябре 1486 года Изабелла и Фердинанд встретились с Буабдилем, чтобы заключить новое соглашение. Буабдиль получил титул герцога Басы и Гуадикса в обмен на свою лояльность и обязательство снова стать вассалом Кастильи и Арагона. 15 сентября 1486 года он был освобожден из плена и вернулся в Эмират с Кастильской военной помощью. Как только Буабдиль вернулся на свою землю, он быстро собрал своих сторонников, среди которых была могущественная дворянская семья Бану-Сарадж. С этими силами молодой Буабдиль пошел на штурм Гранады. Повсюду на улицах столицы разгорелись бои. Хотя людям Буабдиля удалось взять город, Аз-Загал удержал Аль-Гамбру. Но для удержания дворцовой крепости потребовался бы значительный гарнизон из его лучших солдат. Гражданская война в государстве Насридов разгорелась с новой силой. И теперь Аз-Загалу снова пришлось сражаться на два фронта. Когда Изабелла и Фердинанд получили известие, они были вне себя от радости. Фердинанд ухватился за эту возможность. Он выбрал одну из самых сложных целей, которую только мог найти. Его армия была направлена к городу Малага. 7 апреля 1487 года Фердинанд выступил из Кордовы с армией в 20 тысяч солдат, большинство из которых были кавалеристами. Он также привел еще 8 тысяч человек вспомогательных войск. Его тяжелая артиллерия шла в тылу вместе с инженерным корпусом, который сводил леса, прокладывал дороги и строил мосты, чтобы освободить путь для их громоздкого груза. В пасхальное воскресенье 17 апреля 1487 года испанская армия подошла к прибрежному городу Велес, который необходимо было взять, так как он лежал на подступах к самой Малаге. В этот момент Ас-Загал принял непростое решение разделить свой гарнизон в Гранаде, чтобы сразиться с прибывающей армией. Эмир быстро заметил медленно передвигающийся артиллерийский корпус Фердинанда, который отставал от основной армии и немедленно направил свою быстроходную кавалерию, чтобы уничтожить его. Однако Фердинанд предусмотрительно сохранил защитный контингент для охраны артиллерии и даже отдал приказ о выдвижении подкреплений под командованием маркиза Кадиса. Увидев прибывшее подкрепление Кастильцев, Ас-Загал отменил штурм. Но это было еще не все. Вместо этого он решил использовать элемент неожиданности. Эмир отправил своих элитных ренегатов. Ренегаты это рабы-христиане, обращенные в ислам в раннем возрасте и прошедшие военную подготовку, в результате которой они становились отличными солдатами. Ренегатам было приказано скоординировать свои действия с гарнизоном Велеса у Малаги для совместной ночной атаки. Однако посланный гонец был перехвачен Кастильцами и раскрыл детали плана. Тем временем Ас-Загал, не знавший о случившемся, все равно начал атаку. В ночь на 25 апреля, когда войска насридов выдвинулись на позиции для начала штурма, они наткнулись на центр всей испанской армии, которая ждала их. Фердинанд приказал им молчать и прятаться в темноте, не зажигая огней. Внезапно запылали костры и между двумя армиями завязался жестокий бой. Элемент неожиданности был утрачен. И хотя уступающая по численности мусульманская армия смогла продержаться всю ночь и до самого утра, в конце концов численный перевес Кастильцев победил. Ас-Загал и его потрепанные войска были отброшены. И не имея других подкреплений, 27 апреля 1487 года Велес Малага сдался. Эмир проиграл главную битву. Его престиж упал, а дорога к его лучшему порту Малаге теперь была открыта для Фердинанда. Но для Ас-Загала все становилось только хуже. Когда его израненная армия Хромая выходила из боя, он получил известие, что гарнизон в Альгамбре перешел на сторону Буабдиля. А значит, Ас-Загал потерял и гранаду. Теперь он был вынужден двинуться на Гуадикс, который должен был стать его новой резиденцией. На побережье Фердинанд со своей армией уже начал продвигаться к Малаге, а Кастильский флот должен был оказать ему поддержку. 7 мая 1487 года Великий Портовый город был взят в осаду. Хамид Аль-Сагри был грозным командиром гарнизона Малаге. Его люди состояли в основном из североафриканских солдат и значительной части элитных ренегатов. Фердинанд много раз пытался убедить его сдаться, на что Хамид неоднократно отвечал, «Меня послали сюда защищать, а не сдаваться». На протяжении сотен лет Малага была величайшим портовым городом под властью Насридов. Ее оборона была впечатляющей. Толстые городские стены были усеяны башнями и опорными пунктами. Внутри находилась почти неприступная крепость Гибрал-Фаро. На соседнем холме находилась цитадель Аль-Касаба. Хамид Аль-Сагри использовал имеющееся время для укрепления города и умело расставил своих людей. Следует отметить, что пушки были с обеих сторон, но Фердинанд взял с собой более крупные орудия и в гораздо большем количестве. Артиллерийский обстрел начался практически сразу. Кастильский флот также зашел в гавань и перекрыл ее. При каждом удобном случае корабли обстреливали город с воды. В течение следующих нескольких дней христианская армия окопалась, создав обширную серию взаимосвязанных осадных сооружений. Вскоре Малага была отрезана. Однако, несмотря на это, сопротивление в городе только усилилось. Когда пушки Фердинанда пробили бреши во всех стенах, мусульмане отступили в город, используя собственные орудия для нанесения тяжелых потерь и стреляяя в упор при любой атаке испанцев. Хамид Аль-Сагри также мастерски сгруппировал своих людей в сильные боевые отряды, которые делали вылазки из города для нападения на осаждающих, а затем возвращались в Аль-Касабу, чтобы сразиться в другой день. В разгар этих боев Буабдиль отправил послание, в котором заверил Изабеллу и Фердинанда, что он намерен оставаться их вассалом и удвоит свои усилия по нападению на Ас-Загала. Надо отдать должное Ас-Загалу. Ему удалось послать несколько подкреплений для удара по осадным сооружениям, но эти усилия были сведены на нет его племянникам, с которым ему также приходилось сражаться. Осада Малаги затягивалась. Дни превращались в недели, недели в месяцы. Моральный дух Кастильцев рушился, и люди Фердинанда начали массово дезертировать. Тем временем Фердинанд становился все более суровым и нетерпеливым. Он приказал построить осадные башни и поручил своим инженерам проложить туннели, чтобы подорвать стены. Мусульманские защитники в ответ разрушали приближающиеся осадные башни из своих пушек и наносили контур-удары по Кастильским инженерам, обрушивая их туннели и убивая их самих. Со временем бои становились все более ожесточенными. В какой-то момент, чтобы поднять боевой дух, католическая церковь даже разрешила пронести головы мусульман через христианский лагерь, а Хамид Аль-Сагри санкционировал покушение на короля и королеву, которое в итоге не увенчалось успехом, но засланный убийца был очень близок к достижению своей цели. К августу 1487 года люди Фердинанда захватили часть внешней стены. Защитники оставили город и отступили на свою последнюю линию обороны, где упорно держались, издеваясь над измученными христианскими солдатами, чей боевой дух теперь достиг низшей точки. На короткое время, летом 1487 года, стало казаться, что осада обречена на провал. Защитники слишком хорошо укрепились, а решимость испанцев ослабевала. Затем к осаждающим прибыла Изабелла со своим двором. Появление королевы как никогда прежде подняло боевой дух. Используя свои организаторские способности, она отправляла повозки со снабжением, доставлявшие дополнительные припасы, а также перевозившие обратно больных и раненых в созданные ею госпитали. Королева ходила среди своих людей, вселяя в них мужество, восстанавливая их решимость с почти материнской заботой. Осада и боевые действия продолжались. К концу августа мусульманские защитники голодали, и даже их сильные оборонительные позиции сдавались под нескончаемым артиллерийским обстрелом. Подкрепление и новые припасы в город не поступали, и Хамиду Аль-Сагри в конце концов пришлось отказаться от своего слова. 18 августа 1487 года город капитулировал. Поскольку защитники вели себя так непокорно, а осада длилась так долго, Фердинанд в этот момент дал волю своей ярости. Все население города было обращено в рабство, большая часть гарнизона казнена. Элитных ренегатов, на долю которых выпала значительная часть разрушений, вывели из города, приковали к столбам и использовали в качестве живых мишеней. О Хамиде Аль-Сагри говорили, что он был отправлен в подарок папе римскому и впоследствии умер в заточении в темницах Рима. Что касается дезертировавших испанских солдат, то их поймали, свели вместе и просто сожгли на костре на всеобщее обозрение. С захватом Малаги западная часть Гранатского Эмирата была окончательно утрачена. Настало время открыть еще один фронт. В начале 1488 года Ас-Загал удерживал города Баса, Гуадикс и последний насридский порт Альмерия. Когда началась новая кампания, Ас-Загал снова вышел на тропу войны. Но его усилия были направлены не столько против христиан Севера, сколько против его племянника Буабдиля, который занимал прочные позиции в Гранаде. Междуусобица насридов нанесла учерб обеим фракциям и дала Изабелле и Фердинанду возможность вторгнуться на восточную часть Эмирата. Иберийская армия выдвинулась из Мурсии в июне 1488 года. Было взято несколько небольших городов, но когда Фердинанд атаковал Альмерию, Ас-Загал показал, что еще не растерял своего таланта военачальника. Под Альмерией Гранадский эмир собрал оставшиеся силы и отбросил армию Фердинанда. Затем он продолжил наступление. Во время второго сражения под Басой Ас-Загал, лично возглавив своих людей, уничтожил часть сил вторжения. Фердинанд был вынужден отступить, и ему снова пришлось пересмотреть свою стратегию. На следующий год Арагонский король вернулся, но уже с гораздо большими силами и внушительным артиллерийским корпусом. В июне 1489 года город Баса подвергся осаде. Как и Малага, Баса была мощной крепостью, поэтому осада должна была быть затяжной. Фердинанд окружил город, возвел осадные сооружения и пустил в ход свои большие пушки. В отличие от Малаги, в Басе его люди вновь обрели решимость. Кирстин Дауни в книге Королева-воительница поясняет, цитата, К 1489 году Кастильские войска, расположившиеся вокруг Басы, превратились в сплоченную боевую силу. Воины были воодушевлены, солдаты прибыли из разных уголков Испании – Астурии, Галисии, страны Басков, и присоединились к Кастильцам и Арагонцам. Все они говорили на разных диалектах, но на удивление хорошо ладили друг с другом. Их объединяло осознание общей цели. Они становились нацией, сплоченной под религиозным знаменем. Конец цитаты. Буабдиль же, решив, что это город его дяди, просто ничего не сделал, чтобы помочь защитникам. Аз-Загал видел силу и решимость своего противника и понимал, что ему не хватит сил, чтобы атаковать осаждающих. Несмотря на это, осада затянулась на несколько месяцев. Расходы на содержание такого количества солдат в этой осаде, наряду с боевыми действиями на других фронтах, были астрономическими. Это привело к разорению казны Фердинанда и Изабеллы. На самом деле, на половине времени осады Изабелле пришлось заложить свои собственные драгоценности, чтобы оплатить войну. В ноябре 1489 года Изабелла прибыла в Басу, чтобы продемонстрировать свое участие в осаде. Одно ее присутствие и репутация того, как она заботится о своих солдатах, словно о собственных детях, подняли боевой дух. В то же время, вид королевы, прогуливающейся среди своих войск, привел к падению морального духа мусульман в городе. Вскоре к порогу Изабеллы пришло сообщение о перемирии. Гарнизон был готов сдаться. В присутствии королевы жители Баса считали, что условия капитуляции будут гораздо более милосердными. Никто не хотел повторения событий в Малаге. И вот, 4 декабря 1489 года город официально спустил свои флаги. Ас-Загал особенно тяжело воспринял потерю Басы. Он был настоящим борцом, в чем никто не мог усомниться. Но стратегически он понимал, что его война окончена. В конце декабря он обратился к Фердинанду и Изабелле, уступил Гуадикс, а затем и Альмерию, продав все, чем он владел в Андалусии за двадцать тысяч золотых Кастилиано. Эмиру был предоставлен выбор остаться в Аль-Ангелусе, но он не желал терпеть это унижение. Сохранив чувство собственного достоинства, Ас-Загал отправился за море в североафриканский Магриб. Больше он никогда не вернется в Иберию. Арабский летописец Нуджад Аль-Асир сказал о его переходе. Многие утверждают, что Аль-Зигаль и его военачальники продали эти деревни и районы правителю Кастилии только для того, чтобы получить за них определенную цену. Но все это было сделано с целью отомстить сыну своего брата. Своими действиями он хотел отрезать гранату, чтобы уничтожить ее так же, как была уничтожена остальная часть страны. Конец цитаты. Королевство Граната теперь было просто городом Граната, где Боабдиль восседал на троне в Аль-Гамбре, окруженный превосходящим по численности врагом, решившим уничтожить его. Как ни странно, именно в этот момент он решил бороться до конца. В 1490 году армии христиан двинулись в путь, чтобы затянуть петлю параллельно тому, как слабело сопротивление насридов. Эмират все еще мог совершать набеги, но не более того. Продовольствие и припасы были на исходе, но Боабдиль продолжал сражаться. В 1491 году Фердинанд и Изабелла пришли снова. На этот раз, вместо того, чтобы брать небольшие города, их целью стала сама столица. В апреле того же года вокруг Гранаты была установлена мощная линия осады. Все дороги, ведущие в город, были перекрыты, а портов, через которые можно было доставить снабжение, уже не было. Каждый день, просыпаясь, жители Гранаты видели, как возводятся новые осадные сооружения. Фердинанд в совершенстве овладел искусством осады. Боабдиль обратился с отчаянной просьбой о помощи к государствам Северной Африки. Никто не откликнулся. К нему обратился визирь султана Абу Аль-Хазим Абд Аль-Малик, который заявил, что в столице продовольствия осталось всего на несколько месяцев. Но Боабдиля это не смутило. Он приказал своим людям держать оборону. Действительно, мусульманская элитная кавалерия выходила из Аль-Гамбры, чтобы бросить вызов своим испанским соперникам в индивидуальном поединке. Христианские рыцари, жаждущие славы, вступали с ними в бой. Но у ворот Аль-Гамбры мусульмане оказывались сильнее в схватке один на один. Фердинанду пришлось запретить эту практику, поскольку погибло так много его уважаемых рыцарей. Осада столицы затянулась на несколько месяцев. Внутри города ситуация становилась отчаянной. Жители Гранады до последнего верили, что наступающая зима заставит христианские войска отступить. Но вскоре эта вера была разрушена. Брайан Кэтлесс объясняет, цитата, «В 1491 году Фердинанд и Изабелла начали возводить под стенами Гранады огромный осадный лагерь, известный как Санта-Фе, фактически полноценный город. Сомнений в том, чем закончится война, почти не оставалось. И сюда хлынуло множество христиан, искателей славы, ободренных гарантией победы и прикрытием морального оправдания, которую давала крестоносная булла». В самой Гранаде жители смирились со своей участью. Они назначили комитет для переговоров о наилучших условиях капитуляции. Но, не уведомляя остальных, Буабдиль начал свои собственные тайные переговоры, направленные на достижение наилучшего результата конкретно для себя. Конец цитаты. В ноябре 1491 года условия капитуляции были обозначены. Окончательная капитуляция города должна была произойти на праздник Богоявления, 6 января 1492 года. Однако Буабдиль опасался. Если станет известно, что он заключил свою собственную сделку, последует восстание, поэтому окончательная дата была назначена на несколько дней раньше. 1 января 1492 года последний правитель последнего исламского королевства в истории реконкисты торжественно передал ключи от города. 781 год мусульманского владычества на Иберийском полуострове канул в лето навсегда. Буабдиль покинул Альгамбру и поехал к небольшому мосту. Как гласит история, которая может быть просто апокрифической, эмир обернулся, чтобы в последний раз увидеть свой любимый город. Он вздохнул и начал плакать на мосту, который впоследствии стал известен как мост вздохов. Как гласит история, мать Буабдиля, грозная Фатима, отругала его и сказала, не плачь как женщина о том, что ты не смог защитить как мужчина. Эмиру, как и его дяде, дали возможность остаться, но и он не смог смириться со своей участью. В конце концов он сел на корабль и отплыл. Он покинул Иберию и отправился через море в Северную Африку. Как было записано, Буабдиль навсегда остался в изгнании и позже умер в городе Фес в 1533 году. Ему больше не суждено будет снова увидеть свою прекрасную столицу. Вернувшись в Гранаду 2 января 1492 года, Изабелла и Фердинанд, одетые в одежду тех, кого они только что завоевали, вошли в Альгамбру, чтобы отслужить христианскую мессу. Их Великая война наконец-то закончилась. На соседнем с Альгамброй холме их солдаты обнаружили пещеры, превращенные в подземелья, в которых содержалось более 7000 христианских рабов. К моменту освобождения в живых оставалось только 1500 человек. Королевская чета лично позаботилась о том, чтобы эти выжившие были накормлены досыта. Реконкиста наконец-то подошла к концу. Дауни верно подметила, что, цитата, «Победа над Гранадой принесла Изабелле и Фердинанду славу по всей Европе. Это был первый значительный триумф над исламом за сотни лет. И для многих европейцев это была частичная расплата за потерю Константинополя». Фердинанд быстро предпринял меры, чтобы убедиться, что ему воздали должное за эти достижения. Он утверждал, «Мы хотим, чтобы вы знали, что нашему Господу было угодно даровать полную победу королю и уничтожить Гранатское королевство и врагов нашей католической веры. После многих трудов, затрат, смертей и большего пролития крови наших подданных, 2 января этого благодатного 1492 года мы обрели здесь католическую землю». Конец цитаты. Одна глава в истории подошла к концу, но история на этом не закончилась. Изабелла уже окончательно убедилась в этом. Она уже начала процесс превращения религии в свое оружие. С одной стороны, пришло время, как сказал бы уважаемый профессор Хью Кеннеди, попрощаться с Аль-Андалусом. В Иберии совместно выковывались религия, народ и нация. Но процесс ассимиляции только начинался. И в этом Изабелла должна была доказать, что сопротивление этому процессу бесполезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok